Всем привет, друзья! С вами Amway921 и легкий танк седьмого уровня из Америки М41 Бокер Бульдог. Интересный агрегат, который даже пусть и понерфленный, вместе с понерфленной точностью и с самим Бокер Бульдогом и в 9.6 весьма-весьма дает забавные бои. Но при этом всем я далеко не ожидал, когда табусь загружался, что он будет чего-нибудь хорошего сулить. Вы только посмотрите на сетап, куда я попал. Просто кровь из глаз. Семерки всякие, десятки, девятки имеется в виду по уровню. Ужасно! В общем, поджимаюсь под горку так, чтобы не быть засвеченным ЛТшками, которые пролетают на центр, но при этом, в принципе, хоть и камень тут не мешает, но в какие-то просветы я могу подсвечивать. И похоже, Е5 подсветил Семисперова, но поскольку Семисперова неожиданно появился совсем близко там, не знаю, как он подсветился, будучи таким маленьким, я все-таки отъезжаю, чтобы меня там не убили раньше времени и пытаюсь его набросить. Но точность понерфлилась, никуда не летят пульки и как-то там вслепую ушел. Короче, парень ушел и ничего ему не сделаешь. Тут откуда ни возьмись лампа и дыра в спине. Кто подсветил ХЗ? Может быть Т-62А, может быть кто-нибудь еще, но в общем не смог я никак предотвратить данного факта, не смог никак быть к этому готовым. Уезжаю, убираюсь. И дальше уже такие мысли примерно следующего порядка. Все. На этом, что называется, сказки конец. Кто слушал, молодец. Все, что мог я уже в начале этого боя сделал, в попытках посетить по центру. При этом всю нашу артиллерию, тут кто-то убивает зачем-то прямо вот перед носом, куда она торопилась. Ну, видимо, у нее был стратегический замысел поехать на К-0 и там зачем-то встать. Не знаю зачем, но тем не менее попытка засчитана и оценена Т-95, который прямо там на центре как раз бравирует. Дальше пытаюсь что-то придумать, куда бы здесь поехать, в город ехать рано. Да и небезопасно, там всего лишь наша одна восьмерка. У противника там определенного уже выдвинулся Е-5 в город. И на центр нельзя, в ущелье нельзя. Где-то здесь мешаться этим нашим семеркам тоже нет смысла. В общем, просто не могу себе место найти. Впрочем, ничего нового. Это же геймплей на легких танках. Другое дело, что может быть стоит отдать должное нашему ЛТТБ. Заметьте, где он по миникарте стоит, там хороший куст есть, и он как раз и высвечивает всех этих парней. Вайзиков всяких разных Т-95. И они как раз благодаря его усилиям и получают, получают и получают. От всех, включая даже меня с небольшими там пулечками. Но наши семерки там тоже постреливают. Короче говоря, хорошая позиция. Всем ребятам, кто выполняет ВБЗшки, возьмите на заметку. В принципе, там не знаю, сколько можно насветить. Но если никто не помогает там подсвечивать, то может быть, наверное, пару-тройку тысяч вполне реально. Особенно, если туда враг попрет в больших количествах. Ну и, конечно, союзники будут постреливать. Тут не без этого. Глядя на счет 2-5 и на миникарту, становится ясна трагичность нашего положения. Враги выезжают из города уже, будучи в полном составе, в полном здравии. Хоть бы кто был там более-менее расстрелян. Нет у всех целой кучи ХП. И мне совершенно их тут нечем встретить. Ни блинов, ни пирогов, ни запас. И поэтому планирую отъехать подальше. По дороге подсвечиваюсь по ходу дела от Т-62А и нужно отсветиться. Вот здесь хороший камень есть. Тоже вам на заметку. В чем он хороший? Ну, во-первых, 100% сейв от всего. Во-вторых, рядом с ним прямо впритык растет куст, который даст возможность, если что, просвечивать четвертую линию, то есть кишку от кого-нибудь, вдруг там кто есть. Я наверняка отсвечиваюсь подольше, не выезжаю, мало ли кто будет блайндить. Выезжаю и пока никого не вижу. Тем не менее, продолжаю дальше наблюдать правым глазом за миникартой, как там будут развиваться события. ЛТшки от такой класс техники, от которых практически ничего не зависит. Они в теории даже и на практике ничего не могут сделать против любого другого визави, особенно в данном уровне боя. Я ни с кем ПВП, кроме, наверное, другой такой ЛТшки, может быть, артиллерии, ничего не сделаю. Не способен по всему, по всем там, статьям, по всем определениям. Кстати говоря, мог бы, если бы не поспешил бы с выстрелом или просто повезло бы добить, сейчас семерку она бы пригодилась в конце. Было бы вообще забавно тогда по итогу. Тем не менее, я ее засветил, все-таки ее раздолбили наши пацаны. И здесь с помощью этого же куста пытаюсь и эту СТшку прилабунить. Ну, там наш 704-й не дремлет на дежурстве. И дальше, смотрите, какая будет комедия. Не нужно забывать, что при этом у меня ХП, это на один выстрел. Любому практически, если особенно при должной толике везения. Тем не менее, замыслил уничтожение Е5-го. По крайней мере, жалкое покусывание. Тут сзади 71-й на шварту светит. И начинает ее убивать, тот, которого я не добился в начале. Добивая его, наконец, здесь. В конце концов, там не добил, тут добил. Ну и дальше. Поднимаюсь наверх, вижу Е5, тоже шотная. Прямо хочет меня буквально. Ну и, как обычно, первый раз не получается. Второй раз уверенно. И тут чудо сверху что-то прилетело. И я добиваю Е5-го. В итоге вышло, что дым развеялся. А у меня на поясе уже три скальпа. И которые появились буквально вот, чуть ли не в секунду. И это в таком-то уровне боев. Ну, тем не менее, счет уже выравнивается. Правда, ХП наших команд совсем далеко от этого. Но здесь уже стало повеселее. Уже как раз можно поиграть в тот самый ЛТ, который заходит кому-нибудь в спину. Карает кого-нибудь незаметно и так далее. Не первый раз уже пересматриваю данный бой. И вот не могу никак все-таки не обращать внимания на то, сколько я, при всем при том, что сделал в данном бою, еще и упустил. Мог бы 6-го конкурера, к примеру, забрать, если бы не стал перезаряжать свои две последних пульки. Да, их бы не хватило, но вдруг бы вызвал пожар в его заднем месте. Может быть вызвал, было бы здорово, было бы уже, например, 4 фрага. А если бы там с 7-кой повезло, которая по кишке проезжала, если пулька не улетела в какой-нибудь там дикий низ, а полетела бы прямо вот, куда я ее хотел бы отправить, тогда это было бы уже 5 фрагов, было бы вообще весело. Ну, короче говоря, как обычно, на ЛТшке упускаешь столько возможностей, потому что все для ЛТ настолько быстро пролетает, что иной раз, только пересматривая бой, понимаешь, что ты сделал что-нибудь не так. Ну, или даже не пересматривая бой, в принципе, и сразу ясно, но не ясно до того, как ты что-нибудь там совершаешь. То есть я вот не могу на берегу разобраться и принять какое-то самое оптимальное решение, чтобы вообще ничего не упустить. Тем не менее, стараюсь совершенствоваться и делать это все лучше и лучше. Вот сейчас опять артобата убил и сбрасываю барабан. Перезаряжаюсь по новой. Другой вопрос, пока это все не случится, пока не перезарядишься до конца, ведь и не ясно на берегу, ошибка ли это, или наоборот, так все я правильно делаю. Постоянно вот это вот как раз с барабанными танками проходит. Особенно в такие моменты, когда уже нужно быстро-быстро-быстро ехать, добивать, убивать поскорее-поскорее перед командой, по крайней мере, они-то медленные, пока там доедут, а я быстрее всех. Засвечиваю до 95-го, причем забавно, что он из-за вот этой вот маленькой елки, сосны точнее какой-то, куцей не засветился. Крона как раз помешала и теперь блайндами можно понабрасывать. В этом случае, наверное, пригодился бы и прошлый недозаряженный до конца барабан. Здесь потому что союзники так лихо разматывают 95-го, что вообще ничего не остается здесь. Хотя было бы здорово, наверное, еще один фраг в копилку записать. Но это опять из-за разряда, если бы. Здесь уже я наученный, горьким опытом. Три пульки отстрелял, еще семь есть, некуда торопиться. Еду, вижу Тор-Тойза, теперь как-то его попробую здесь размазывать. Пытаюсь прицелиться, нет, он стоит за рельефом, не достанешь, нужно ехать дальше. Тут двойная радость, союзный Тор-Тойз вражеского продамажил, и он теперь вообще шотный, самый вкусный. Первой пулькой сбиваю палатку, второй не везет, улетает вниз, и третий попадаю в центр. И решил сбросить все-таки барабан. Там оставалось у меня 4 пульки, потому что 2 артиллерии, у каждой там ХП по 500. И только сейчас замечаю, что нифига, блин, не по 500. Одна вообще на один выдох буквально. И вот очередной момент. Столько времени сейчас мне нужно заряжаться. Целых 20 секунд на месте стоять, упускать возможность. Вместо того, чтобы уже сейчас, имея 4 пульки, вороваться. С одной убить ГВ Тигра. Ну и там на ФВшку, может быть, тоже бы хватило. В конце концов, и маленьким Тораном можно было бы попробовать. Хотя, знаете, на ЛТшке сомнительная идея. Тем не менее, забирает Торт у меня артиллерию. Ну и хоть вторая достается. И та была, кстати, тоже немного по цены. Тем не менее, при всем, при том, что я еще поупускал здесь ведро, 6 фрагов вывезти с такого боя, это, хо-хо, для меня большое достижение. Надеюсь, бой вам понравился. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Приходите еще. До новых встреч. Всем пока. И удачных вам боев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok